Вот уж напасть так напасть. Кто бы мог подумать, что в середине октября выпадет такой слой мокрого снега. Многие автовладельцы, видимо, не смогли смириться с прогнозом синоптиков и решили отложить суету, связанную с шиномонтажом, на потом, чем многие из них и поплатились. С наступлением осенне-зимнего периода погода часто у нас преподносит, так скажем, сюрпризы. Вот сегодня только 20 числа, в период с 7 до 10 утра произошло порядка 32 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями по причине состояния уличной дорожной сети. Вот хочется обратиться ко всем водителям, не затягивать с переобувкой своих машин, то есть поставить все-таки побыстрее зимнюю резину и выполнять несложные требования безопасности, которые помогут обезопасить себя и других участников дорожного движения. Проще говоря, не гоняйте, резко не тормозите, соблюдайте дистанцию. Перепад температуры от положительной к отрицательной был действительно резким. В пятницу и в субботу из-за сильной гололедицы улицу города были буквально забиты транспортом. Дни жестянщика никто не отменял, а они и в нашей стране традиционны. Между тем, позвольте заметить, дороги утром понедельника уже почистили и посыпали песко-соляной смесью. Дирекция благоустройства города еще на прошлой неделе отчиталась о полной готовности к любым капризам погоды. Вот вам, пожалуйста, каприз, а вот вам и обещанная снегоуборочная техника. Снегопад начался сегодня в 3 часа ночи, в начале 4-го. Дирекция благоустройства города была готова к снегопаду одновременно с его началом практически в 3.30. 8 машин, пескоразбрасыватели, вышли на посыпку городских улиц. В первую очередь посыпались перекрестки, подъемы и путепроводы. Затем пескоразбрасыватели приступили к разбрасыванию смеси по улицам города, по которым осуществляется движение транспортных средств общего пользования. После того, как смесь отработала, в 9 часов было выстроено 2 колонны по 6 единиц техники с отвалами. И дирекция приступила таким образом к очистке непосредственно улиц. В настоящее время обе колонны продолжают свою работу. Организовано сопровождение Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Работа будет продолжаться до тех пор, пока снег не будет убран с улиц. На этой неделе обещают настоящие заморозки, причем не слабые. Так что, уважаемые рязанцы, будьте осторожны и внимательны на дорогах.